Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Евангелия от Луки. Для библейского портала экзегет я читаю этот текст с небольшими своими комментариями. Рассказы об исцелениях, рассказы о проповедях. Вот в девятой главе все это у нас продолжится. И мы подумаем, почему именно эти вещи в девятой главе, после восьмой и перед десятой появляются. Иисус созвал двенадцать учеников, он уже их избрал, это было раньше, и наделил их силой и властью изгонять всяких бесов и исцелять болезни. А потом отправил их возвещать Царству Божьему и исцелять больных. Смотрите, главная задача это возвещать Царство, а исцеление больных это как бы то, что сопутствует, то, что подтверждает силу слова. Он сказал им, ничего не берите с собой в дорогу, ни посоха, ни сумки, ни хлеба, ни денег, ни сменной рубахи или обуви. В какой дом войдете, в том оставайтесь, пока не уйдете оттуда. А если где не примут вас, то при выходе из того города отряхните пыль со своих ног, и это будет свидетельство против того города. А почему ничего не надо с собой брать? Вы когда едете в дорогу, вы чего не берете с собой? Денег, карточки банковской, продуктов на дорогу, если это в поезд, например, да, который долго идет. И уж тем более сменного белья. Конечно, берете. Я беру. Но вот человек, который возвещает царство Божие, и при этом у него все с собой свое, он сам себе противоречит. Царство Божие, которое, в общем-то, уже пришло, оно о том, что не надо об этих вещах заботиться. А он заботится. Поэтому идите как есть. То есть, вот в чем вы сейчас, да, обувь, одежда, вот с этим и идите. Денег не надо брать. Что-то как-то устроится. А если не устроится, то отряхнуть пыль, это значит сказать, я ничего отсюда не беру. Да, вот совсем никаких элементов этого города, вот даже малейшей пылинки я не уношу. У нас нет ничего общего. Царство пришло, но не в этот город. Ученики отправились в путь и стали обходить селение повсюду, возвещая Евангелие, исцеляя больных. Тетрарх Ирод, тетрарх – это такая должность, то есть, в общем, правитель одной четвертой части Святой Земли, услышал обо всем происходящем. Он был в недоумении, ведь некоторые говорили, что это воскрес из мертвых Иоанн, Иоанн Креститель, он его уже казнил. Другие, что явился Илья, Илья пророк, который должен был прийти перед появлением Мессии, и в книге пророка Малахия об этом сказано, что придет Илья перед наступлением Дня Господня. А третье, что это воскрес кто-то из древних пророков, то есть, не знаем кто, но не может же быть, чтобы в наше время что-то подобное происходило. Ирод сказал. Иоанн и я обезглавил. Кто же этот человек, о котором ходят такие рассказы? То есть, я проблему-то вроде решил, и Иоанн Креститель там появился, мы ему голову отрубили, опять кто-то пришел, что-то мне не нравится это. Вот как люди могут реагировать на священное, на то, что не вписывается в их стандарты. Вернувшись к Иисусу, апостолы рассказали ему обо всем, что совершили. Тогда он взял с собой только их одних и удалился в город под названием Евсаида. Это тоже на берегу Генетеретского озера. Вот интересно, смотрите, проповедь апостолов, и в середину этой проповеди не вставлен рассказ об этой проповеди как таковой, да? Наверное, потому что они делали то же, что делал Иисус, а вставлен рассказ об Ироде. Вот зачем? Мне кажется, это такое сознательное противопоставление о том, что с одной стороны растет, вот уже начинается христианская община. Да, еще при живом Иисусе, при Иисусе, живущем в этом мире, точнее будет сказать. А с другой стороны, власть уже смотрит на это косо. Что-то здесь происходит неподконтрольное, что-то такое непонятное. Вот еще даже нет у Ирода желания убить Иисуса. В общем-то, никто еще этого в открытую не высказывает, хотя, наверное, некоторым уже так подспудно хочется. И вот две силы, да, как они оказываются параллельны. Удалился в город под названием Евсаида. Но люди об этом знали так, что пошли за ним толпой. Да, а люди просто уже вот идут толпой, потому что зрелище, потому что исцеление, ну, здорово. Иисус принял их и говорил с ними о царстве Бога, о тех, кто в этом нуждался и исцелел. Он их не отвергает. Смотрите, он пытается уже отделаться от этой толпы. Он уже устал от нее, она уже раздражает. Но он ее не прогоняет. Когда день уже клонялся к вечеру, к нему подошли двенадцать и сказали. Отпусти людей, пусть пойдут в окрестные деревни и села в поисках ночлега и пропитания, а то ведь здесь ничего нет. То есть они в каком-то пустом месте, да, он ушел туда специально, наверное, для того, чтобы помолиться. А за ним эта толпа вся ломанулась, не думая. Он же есть, он нас как-то накормит. Мы только что читали, не берите с собой ни сумки, ни хлеба, ни посоха, да? В они и пошли, ни сумки, ни хлеба, ни посоха. А чем их кормить? Здрасте. Он нам ответил, вы сами их накормите. Они возразили, у нас здесь всего лишь пять хлебов и две рыбы. Что же нам идти покупать пищу для всего народа? Тогда он сказал, унесите их сюда. Ну, конечно, знаменитый эпизод. Вот, мне кажется, странно, что толпы народа не взяли с собой ничего поесть. А с другой стороны, вот в этом контексте повеления ничего не берите, они так и поступили. А где-то что-то всегда найдется. Вот, собственно, рассказ о том, что не нужно ждать, что все заранее запасешь. Что-то найдется. А там было пять тысяч человек. Он повелел ученикам рассадить людей группами человек по пятьдесят. Тоже важно, что не просто толпа ломится, да, что есть некоторая структура, упорядоченность. Так они и сделали, всех рассадили. Иисус взял пять хлебов и две рыбы, взглянул на небо, благословил их, преломил и стал раздавать ученикам, а те народу. Все поели доста, оставшийся хлеб собрали и наполнили им двенадцать корзин. То есть здесь такой вот жест благословения, который обычен для иудейской трапезы. И с другой стороны, что обращает на себя внимание, то, что есть тоже некая иерархичность. Вот они сидят в группах, и Иисус не обходит всех. Он передает ученикам, а ученики раздают им. Вот некоторый образ такой церковной общины, да, то есть все структурировано. И с одной стороны, они все вместе, с другой стороны, это не толпа, которая вот таким вот единым порывом ломится за этим хлебом. А так бы растоптали этот хлеб весь, наверное. Все поели доста, оставшийся хлеб собрали и наполнили им двенадцать корзин. Однажды он молился в уединении, к нему подошли ученики. Он их спросил, кем считают меня все эти люди? Вот тоже интересно. Вот у Луки часто появляется этот контраст уединенной молитвы и толпы, которая... Что она думает вообще? Вот кроме того, что она чудеса любит. Кем считают меня все эти люди? Они ответили, одни Иваном Крестителем, другие Ильей, между прочим, Ирод тоже самое думал. А третий, что это воскрес кто-то из древних пророков. Он снова спросил, а вы кем считаете меня? То есть между толпой и Иродом разница-то невелика. А вы кем считаете меня? И Петр сказал в ответ, ты Христос Божий. Христос, слово помазанник и мессия, то есть тот, кто избран Богом для того, чтобы совершить какую-то очень важную миссию на земле. Но, наверное, еще не очень люди понимают, какую. Но он тогда запретил ученикам кому-то об этом рассказывать. А почему? Ведь не в этом ли суть, да, Евангелие? Он рассказал, что сына человеческого ждет множество страданий и отвержения со стороны старейшин, превосвященников и книжников, что он будет убит и через три дня воскреснет. То есть очень легко рассказывать триумфальную часть истории. А вот вы подождите, еще не состоялось трагическое, еще не ясно, что за это придется претерпеть. Он говорил всем, и не только мне, он говорил всем, кто хочет идти вслед за мной, пусть отречется от себя самого. Он ежедневно поднимает крест, на котором его распнут и следует за мной. Перед казнью человека, как правило, заставляли нести горизонтальную перекладину креста к месту казни. Столб там уже врыт, он постоянно стоит. И нести свой крест – это не фигуральное выражение, которое означает терпеть неприятности. Там у кого-то жена сварливая, начальник дурак, зарплата маленькая, соседи сволочи. Вот он терпит, 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 это он несет свой крест. Нет. Это значит, человек говорит, я достоин смерти, я преступник, которого казнят, и я с этим согласен. А не начальник дурак. Так, кто хочет сберечь свою душу, тот ее погубит, а кто погубит душу ради меня, тот ее сбережет. В чем выгода для человека приобрести весь мир, а себе причинить погибель или вред? То есть, вот Христос в этом мире – это вопрос жизни и смерти, а не просто чудес, проповеди. Кто постыдится, признает меня и мои слова, того постыдится признать и Сын Человеческий, когда явится во славе своей и Отче вместе со святыми ангелами. Истинно говорю вам, что некоторые стоящих здесь не успеют кусить смерти прежде, чем увидят Царство Божье. И, тем не менее, смерть отложена, да, для, по крайней мере, какого-то количества людей. Что это означает? То есть, что они успеют прожить достаточно длинную жизнь и застанут приход Царства Божьего? Ну, вообще-то люди не живут две тысячи лет. То есть, сказать, что тогда были люди, которые до сих пор живы, и Царство наступит еще при их жизни, мы не можем. Увидеть это в каком-то символическом смысле, то есть, Царство Божье наступит, допустим, в момент воскресения Христа, да, и действительно люди, которые тогда там стояли, почти все из них доживут, это будет совсем скоро. Мы не знаем. Но вот эта загадка, которая на самом деле в тексте присутствует и которую с тех пор и обсуждают. И одни говорят, что это свидетельство веры близк Второе пришествие, установление окончательной власти Бога на земле. Другие говорят, что это надо толковать символически. Третьи пытаются это как-то совместить одно с другим. Но есть в Евангелии вещи, которые мы не понимаем. Дней через восемь после того, как он это сказал, Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова и поднялся на гуру помолиться. Опять вот эта уединенная молитва. Но, смотрите, когда люди исповедуют, некоторые люди, ближайшие ученики исповедуют веру в него как во Христа, он уже берет их с собой. То есть, они уже причастны этому уединению. И когда он молился, вид его лица изменился, одежда засияла белизной. С ним беседовало двое мужей. Это были Моисей и Илья. Но Моисей, естественно, это дарователь или посредник дарования закона. А Илья первый такой большой пророк, о котором говорится. То есть, законы пророки, но персонифицированные в виде людей. Они явились в сиянии славы и говорили о том исходе, который Иисусу предстояло совершить в Иерусалиме. Вот опять тема смерти, но здесь она называется исходом. Петра и тех, кто был с ним, сковал крепкий сон. А когда они проснулись, то увидели су славу Иисуса и двух мужей, стоявших подле него. Тоже странное место для сна. Вот он молится, а они спят. Потом в Гефсиманском саду будет то же самое. Но ведь это какой-то очень важный символ. Вот молитва была долгой, тихой. Ну и чего делать? Вот он там где-то молится. А мы же, наверное, они не высыпались, наверное, уставали сильно. И, конечно, они заснули. И просыпаются, и вот перед их глазами такое чудо. Все пропустили. И когда те двое оставили Иисуса, Петр сказал, мы, видимо, раньше не решался из-за торжественности момента, наставник. Как же нам здесь хорошо. Давай поставим тут три шалаши. Один тебе, один Моисею, один Ильи. В смысле, а мы сами на земле поспим. А вот шалаши, шатры, это временное жилище. Есть, кстати, целый праздник Кущи или по-еврейски Суккот, когда люди живут в этих самых шалашах, они выходят из своих домов, до сих пор это соблюдают иудеи. И в памяти о странствиях через пустыню Синай они продолжают жить в тех же шалашах, но не совсем в тех же, но в похожих, в которых жили их предки. И вот давай мы здесь останемся. У нас здесь дома нету. Дом построить это долго, а шалаш делать недолго. Веток наломать. Петр и сам не знал, что говорил, еще прежде, чем он закончил, возникло облако и накрыло их своей тенью, а ученики, оказавшись внутри облака, испугались. Из облака раздался голос. Это мой сын, избранник, слушайте его. Ну и в чем смысл этого желания Петра? Давай останемся здесь. Вот момент, когда хорошо. Момент святости, признания, чудо, единения. Остановись в мгновении, ты прекрасна. Надолго остановись. А нет. Он не знает, что говорит. Ведь только что же было сказано. Отрекись от себя самого. Бери свой крест, на котором тебя распнут. Иди за мной, говорит Иисус, и меня распнут. Они говорят, давай останемся там, где нам хорошо. Зачем все эти проблемы? И когда прозвучал этот голос, Иисус остался один. Вот этот голос, как в истории крещения, третья глава, и сияющее облако, признак присутствия Бога, третья книга, царство, восьмая глава. Некоторое подтверждение, зачем это здесь? Здесь, ну, мы можем сказать, так Бог решил, но все-таки с точки зрения повествования. Вот смотрите, первое подобное откровение свыше, оно звучит перед выходом Иисуса на общественное служение. А здесь еще даже не середина Евангелия от Луки, но уже прозвучали слова о грядущих страданиях и смерти, и это подтверждение вот этой части служения. Да, вот отдельная история про то, что все будет не так уж замечательно, как, может быть, казалось бы. Итак, когда прозвучал этот голос, Иисус остался один. Ученики сохранили молчание, и в те дни никому не рассказывали о том, что увидели. По крайней мере, вот есть какое-то ощущение у них того, что есть вещи, которые не надо всем выдавать, сами, может быть, они не разобрались, но хотя бы вот сохраняют благоговение. А мир остается. Смотрите, вот прямо спускаясь с горы преображения, с чем они сталкиваются. На следующий день, когда они спускались с горы, Иисуса встречала большая толпа. И вот один человек из этой толпы закричал. «Учитель, молю тебя, взгляни на моего сына, один он у меня. Им то и дело овладевает некий дух, и когда он кричит и бьется с пеной на губах, а дух его никак не оставит, пока совсем не измучает. Я просил твоих учеников его изгнать, но они не смогли». Изгнание злого духа уже, которое по счету сбился я. Но большая разница. Вот опять-таки единственный сын, вот тот, кого любой родитель больше всего будет жалеть, и все такое. Но ученики-то не справились. Вот он уже их с собой берет. Наверное, не те не справились, а другие. До этого он их отправлял на проповеди для исцеления, и не справились, не справились, не справились. Вот есть бы справились, может быть, вообще история бы немножко иначе развивалась, но человек сам не справляется. Иисус сказал в ответ, «Урод неверный и развращенный, как долго мне еще быть с вами, как долго мне вас терпеть при виде сына сюда?» Кому он это говорит? Этому человеку? Какой же он неверный и развращенный? Он за сына переживает. Своим апостолам? Какие же они неверные и развращенные? Но не получилось у них. И вообще все это человечество. Вот звучит прям какое-то раздражение. Вот он был только что на горе преображения, и там вот это все замечательно все происходило, и даже Петр предлагал там остаться. А тут вот надо исцелять кого-то. Это не получается все. Эти нечистые духи, никакого удовольствия с ними иметь дело, конечно, нет. Вот звучит такое. Как мне все это надоело? Не знаю, мне не хочется думать, что Христос так считал, но смотрите, вот он дает им силу и власть изгонять духов. Он рассказывает о царстве, но не тянет человечество. Вот не то, что человечество не тянет, там отдаленные племена, а вот самые близкие ученики и то не могут справиться. Вот без него ничего не получается. Не успел мальчик подойти, как бес повалил его на землю в судорогах, но Иисус запретил нечистому духу, исцелил мальчика и отдал его отцу. Все поражались величию Бога, все удивлялись всему, что делал Иисус. И тут он сказал ученикам, вложите в себя в уши эти слова. Сыну человеческому предстоит быть преданным руки людей. Вот не случайно это предупреждение, которое было сначала до преображения, потом преображение, потом изгнание беса, и опять это предупреждение, но в кратком смысле. Вот смотрите, люди ничего не понимают, люди никак не могут разобраться, люди хотят торжества и праздника, они не хотят страданий. А кому тогда остается страдание? А как тогда победить зло? Вот Голгофа. Но они не поняли сказанного, смысл остался от них скрыт, не был имя осознан, а переспросить Иисуса о значении сказанного они боялись. Слушайте, а чего тут не понять? Вот довольно ясно, говорит, и не один раз. Но это же неприятные новости. А неприятные новости люди как-то стараются от себя отогнать, не замечать, не обращать внимания, не воспринимать. Взрослые люди. Зато у них начался спор, кто из них окажется самым великим. Да, самое время, да, вот величие, места делить, кто будет первым министром, кто вторым. Иисус, читая об этом споре в их сердцах, взял одного ребенка, поставил рядом с собой и сказал, кто примет этого ребенка во имя мое, принимает меня. А кто примет меня, принимает того, чей я посланник. А кто среди всех вас окажется самым малым, тот и велик. То есть, смотрите, вот самый большой ребенок, можно сказать, в смысле, самый большой – это самый маленький, а самый маленький – это самый большой. Да, такая вот, ну, обычная история. Последние станут первыми, евангельская. Но, с другой стороны, ребенок – это человек, который точно не пытается быть главным. Ну, по крайней мере, в том еще не детоцентричном обществе. Ребенок заведомо слабый, заведомо подчиненный, заведомо несамостоятельный. И вот как быть людям, которые пытаются занять какую-то позицию в иерархии? А вот быть такими же, да? Или, по крайней мере, принимать таких. Принимать, то есть, не командовать ими, не, там, каким-то образом их отвергать, но принимать их как ценность, как дар. На это Иоанн сказал, «Наставник, мы видели, как один человек твоим именем сгоняет бесов. Мы ему запретили это делать, ведь он не ходит вместе с нами». Ну, понятно, такая ревность, да? Вот мы же правильные, хорошие, а он нет. И Иисус ответил, «Не надо запрещать, кто не против вас, тот за вас». Есть Евангелие и то, и другое, да? И кто не за вас, тот против вас, но и кто не против вас, тот за вас. Очевидно, есть вот две позиции. Понятно, что человек может переходить от одной в другую часто, прям много раз в день, но, в принципе, он в одном из этих двух положений. Ну, что ж, уже рассказано о том, что произойдет, и история идет в эту сторону. Приблизились дни, когда Иисусу предстояло быть взятым из этого мира. Он принял решение идти в Иерусалим. И дальше, смотрите, большая часть Евангелия от Луки – это его путешествие в Иерусалим, последнее путешествие. И там происходит очень много всего. Вот Лука как бы рано заявляет о том, что предстоят эти страдания, и уже все, что дальше – это путь, дорога, на которой все это происходит. Перед собой он отправил гонцов, они вошли в селение самаритян, чтобы приготовить все к его приходу, там же еще много народа с ним идет. Но там его не приняли, ведь было заметно, что он направляется в Иерусалим. Иерусалим – это место паломничества иудеев, самаритяне с иудеями не дружат, и поэтому, соответственно, никак не хотят в этом участвовать. Когда его ученики Иаков и Иоанн это увидели, они предложили, «Господин, хочешь, мы одним словом не изведем на них огонь с неба, чтобы их погубить?» То есть, смотрите, вот, они не принимают, и, значит, надо их наказать. Вот как часто будет именно это в истории христианства восприниматься как идеальная модель. «Но Иисус обернулся и возразил им, вы не понимаете, какой дух внушил это вам. Сын человеческий пришел не губить, а спасать людские души». Лучше не скажешь в ответ, надо ли это как-то комментировать, даже не знаю. Правда, некоторые древние рукописи, 56 стих, который я сейчас прочитал, не содержат, но тогда это древнейший комментарий на, собственно, текст Луки. И они отправились в другое селение. «И пока они шли по дороге в Иерусалим, один человек сказал Иисусу, «Я пойду за тобой, куда бы ты ни отправился». Иисус ему ответил, «Есть у лисиц своей норы и у птиц небесных гнезда на сыну человеческому негде голову преклонить». То есть, негде переночевать. Другому Иисус сказал сам, «Следуй за мной». Тот ответил, «Господин, позволь мне сначала пойти похоронить своего отца». Сказал ему Иисус, «Схоронить своих мертвецов, оставь это дело мертвецам, а ты иди возвещай от царства Божия». Такие грубые слова, не очень понятно, что уже имеется в виду, что пусть отец лежит там мертвый и непохороненный, как-то это трудно себе представить. Или, может быть, духовно мертвые люди пусть занимаются похоронами мертвецов. Но подождем, прочитаем третий его маленький диалог. Еще один человек сказал ему, «Я пойду за тобой, господин, только сначала позволь мне проститься с домашними». Ответил ему Иисус, «Кто положил руку на плуг, а сам озирается назад, ненадежен такой человек для царства Божьего». Смотрите, три элемента здесь, и каждый раз вопрос стоит о том, следует ли за Иисусом. Первый говорит, «Я хочу». Иисус ему говорит, «Но мне ночевать негде». Значит, есть свои проблемы и своя цена. Другого Иисус, наоборот, призывает и говорит, «Иди за мной». И тот говорит, «Да, но я сначала похороню отца». И Иисус говорит, «Нет, иди вперед, и похороны – это не то, что нужно». Смотрите, здесь жизнь. Иисус, который присутствует здесь, он говорит, что смерть, она не важна, важна только жизнь. Кстати, мне нравится толкование, согласно которому похоронить отца означает дождаться, пока он умрет. Что вот этот сын сознавал свою обязанность позаботиться о престарелом отце и вот думает, «Ну, я с ним живу, он умрет, я его похороню, после этого я свободен». А Иисус говорит, «Не жди этого, иди вперед». Ну и еще один хочет попроститься с домашними, но Иисус говорит, положив руку на плуг, не смотрит назад. Понятно, когда пашут плугом, то смотрят вперед, на борозду смотрят, как же ты пахать будешь. И вот нельзя смотреть назад, потому что иначе ты будешь ненадежен. Вроде бы все это хорошо понятно. И в целом выстраивается вот такая картина. Один хочет, другого сам Иисус призывает, один сомневается, другой колеблется. То есть, всегда найдется что-то, что не дает идти за Иисусом. Тем более, мы прочитали уже совсем недавно, что надо взять свой крест, а не просто так в развлечении. И до этого мы читали, что нельзя даже брать с собой сумы, посоха, одежды, что приходится идти с голыми руками буквально. И вот есть желание следовать, но есть цена. И разные люди по-разному это решают. А как это решаете вы, собственно, говорит нам евангелист Лука, который один приводит все три истории этих, это вы смотрите сами, где вы в этой истории. Ну и продолжается путь в Иерусалим, это будет в следующей десятой главе и в следующих за ней тоже. Субтитры создавал DimaTorzok